Сейчас я научу вас лепить голову куклы. Это очень интересное и увлекательное занятие. Как каждый процесс, лучше всего начинать с самого начала. Начинать с эскиза. Можно посмотреть и подумать, что же вы хотите воплотить, какой образ. Лучше всего делать то, что вы хорошо знаете, то, что вам приятно. В том, с чем вам будет интересно работать, вам понадобится каркас, который скручен с проволоки, фольговая основа, которая имитирует черепную коробку человека, схема вашей будущей куклы, которая будет нанесена на миллиметровке с пропорциями, которые соответствуют, собственно говоря, кукле. После того, как у нас создана сама заготовка из проволоки, скрученной на миллиметров руки и фольги, есть смысл очень хорошо размять материал. Он очень пластичный, очень приятен. По ощущению он очень приятен. И сделав вот такой симпатичный блин, наложите его на эту заготовку, равномерно, совершенно равномерно. После того, как у нас готовы, наш непланетянчик практически готов, можно методом прибавления приступить к следующему этапу. Этапы набора лица. Когда мы набираем лицо из различных уже подготовленных мной частей этого лица, сначала формируем надбровные дуги. И вместе с лобиком. Потом прибавляем и ставим носик, заготовку для будущего носика нашей колоббины. Потом, конечно же, добавим переднюю часть лица, усилим ее, сформируем верхнюю и нижнюю челюсти. После этого добавим скулы. Подбородочек. Верхнюю и нижнюю губу. Щеки. На последнем этапе займемся глазами, потому что это очень тонкая работа глаза. Направление разреза глаз. И продаем кукле, конечно, выражение лица. Вот таким образом, объединив все эти детали лица, мы получаем результат. Результат является почти законченной угловой куклы. После того, как мы все это отлепим, все это закончим и проверим, для того, чтобы придать нашему пластику твердость, его следует запечь на температуре 100 градусов, соблюдая все необходимые меры предосторожности. Приходите к нам, я вам все расскажу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова